Детский экстрим. Эти два слова объединили в летнем лагере в Мостовском районе. Походы, палатки и научные опыты. Но ничего опасного. Рядом опытные инструкторы. Александра Писаренко изучила быт юных туристов. Наедине с природой, вне зоны комфорта. От лагеря Большое приключение в Мостовском районе до ближайшего поселка 4 километра. На поляне в лесу разбиты палатки. Близость растений и животных рождает исследовательский интерес. Все игры в лагере часть подготовки к походу. Ребята здесь из самых разных уголков страны. Волгограда, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего около 500 человек за лето. Создатель лагеря путешественник Матвей Шпаро считает, что походы заставляют детей принимать решения. Готовят ко взрослой жизни. Например, здесь очень часто во второй половине дня идут дожди. И вот группа детям, у них есть на выбор две ситуации. Или вставать в 5 утра и идти до дождя, или же встать не в 5 утра, а в 9 утра и при этом попасть под самую жару. Вначале, может быть, они пару дней встают в 9 часов, но потом они понимают то, что на самом деле нужно вставать все-таки в 5 утра, и тогда им самим будет легче. Группы юных путешественников должны быть небольшими. Уверен, идейный вдохновитель лагеря. Сам он ходил в походы с отцом, Дмитрием Шпаро. Через Берингов пролив по дрейфующим льдам, на лыжах, на Северный полюс. Здесь такого экстрима, конечно, нет, но даже в непродолжительных вылазках от туристического спецоборудования не отказываются. Когда группа приходит на запланированное место ночевки, и где нет ни сотовой связи, ни какой-либо другой связи, например, радиосвязи, группа все равно имеет возможность нам отправить сигнал о том, что с ней все нормально, она стоит на запланированном месте ночевки. Здесь ценят самостоятельность, но каждый не сам за себя. Юные путешественники все делают вместе, а инструкторы их только поддерживают. Мы готовили пончики, овсяные печенья, ежики, торт делали. У нас мальчик день рождения был. Когда группа возвращается в лагерь, остаются воспоминания. Есть здесь и своя традиция. Каждому в конце смены выдают вот такой вот пучок обнимашек. Это обычные нитки. Нужны они для того, чтобы, как говорят сами дети, выразить свою признательность и благодарность новым друзьям. Для этого нужно вот так вот достать одну ниточку, подойти к понравившемуся человеку, привет, Алиса, повязать ему на руку и поблагодарить. Спасибо тебе огромное, что ты помогла нам сегодня со съемками. Ты очень смелая девочка. Я надеюсь, что ты и дальше будешь активно ходить в походы. Александра Писаренко, Владислав Захаров, Кубань, 24, Мостовской район.